Шалом, дорогие друзья! Я хочу прийти ко всем вам. Очевидно, что карантин в Украине продлевается до 24 апреля. А это означает, что и очевидно, что трудные времена уже настали. Настали не потому, что коноровирус или какие-то еще болезни, а то, что в мире происходит экономически, психологически, направляет многие государства или правительства делать какие-то конкретные серьезные шаги. Относительно коронавируса, это один из шагов, чтобы сделать небольшую изоляцию, чтобы этот вирус не распространялся. А это означает, что карантин и усиление карантинного положения будут углубляться. И я верю, что для нас, как общине, нужно будет двигать только вперед. И карантин, как я уже сказал, до 24 апреля, но у нас есть прекрасная возможность общаться. Каким образом? Конечно же, Бог дал нам мудрость общаться по телефону, быть и в контакте через наши социальные украинские мережи или же сети. И очень важно. И хочу сегодня обратиться к общинам, сотрудничеству, которые у нас есть. Это Бейт Симха, Бейт Эль, это Ахава Ешуа и Орхам Ашех. Те, которые непосредственно связаны между собой единым таким мыслом нашего мессианского движения, наших взаимоотношений, наших участий в жизни друг друга. Писание, которое Бог дал мне, когда я подходил вот к этому посланию. Очень простое, но очень важно. Хочу, чтобы мы рассудили и конкретно обращаясь ко всем членам наших общин. И это Писание, послание к Тимофею. Первая глава, седьмой стих. «Ибо Бог даровал нам не духа боязни, а духа силы, любви и здравого смысла». Здравомыслия очень важно. Силы. Когда Бог говорит «силы», это не только говорится о том, что у нас Бог дал Дух Святой, который внутри нас. И это Божья сила к спасению, Божья сила в освобождении даров. Помогут за больных, они будут здоровы. Но также и силы, крепость, силы сделать решение. Решение, которое очень сложно было делать для нас, это, наверное, и для государственных чиновников, это карантинное положение. Для нас мы не называем карантин, мы называем такое уединение. Каждая семья, каждый член общины должен мыслить, что нужно делать в будущем. Силы, чтобы избегать тех трудностей, которые могут нас постичь в будущем. Силы для того, чтобы сделать решение, когда нужно это сделать раз и навсегда. И мы говорим, что у нас уже в третью неделю идет прямой эфир. Подключайтесь к этому прямому эфиру. Сделайте сильное заявление внутри, сделайте положение себе, чтобы наседаться от Слова Божьего, от людей, которые высвобождают Слово Веры. Питайтесь не новостями о проблемах, которые существуют в мире, а наполняйтесь положением словословия, хвалы. Ищите в интернете слова, которые наседают, а не разрушают. Любви. Любовь, она не превозносится. Друзья, я хочу вам сказать, не превозноситесь друг перед другом своими какими-то чувствованиями, переживаниями, либо какими-то мыслями о том, что это надутая совсем история. Давайте будем по-другому думать. Любовь означает, что мы любим наши общины, наше сообщество, наш город, нашу страну, нашу общину, в которой каждый из вас член этой общины. Мы любим друг друга. И любовь, которая излилась в наших сердцах, Духом Святым, она поддерживает эту любовь друг к другу. Мы не реагируем на все всевозможные реакции, которые сегодня есть у людей. Мы не реагируем. Но наоборот, мы развиваем нашу любовь. Мы принимаем решения из здравого ума, основанного на мудрости. А у кого не хватает этой мудрости, просите у Бога, он даст вам ее. Без всякого принудительного мышления, без всякого привзятого отношения. Бог даст нам, если нам не хватает этой любви. Здравомыслие. Вот о здравомыслии хочу с вами говорить. Потому что для нас очень важно, какое будущее мы построим. Для нас, для меня, не как пастырь, как служитель, как рэбэ, для меня важно, как построим мы будущее для нашей страны, для нашей общины, для наших общин и наших городов. Мы говорим о том, что здравомыслие означает, что вы послушны специалистам, которые сделали правила для всей Украины. Я верю, что это здравый смысл. Смотреть, что предлагают нам МОЗ, это, думаю, очень важно. Смотреть, какие нужно делать действия. Носить маски в общественных местах, мыть руки, следить за своим здоровьем и так далее, и тому подобное. Я прошу вас, будьте сейчас благоразумны. Не судите меня строго. Не судите меня, потому что у меня есть послание, которое касается именно меня. Мы заботимся о каждом из вас. Мы хотим достичь и послушаться в ваши сердца, ваши дома и быть рядом, когда это очень необходимо. Мы заботимся о наших общинах и нашем собрании. Мы хотим это делать. Мы хотим, чтобы вы были здоровы и в безопасности. Самое важное, в безопасности. Чтобы никто не мог повлиять на нас или оскорбить нас, либо обозвать нас, что мы неблагоразумны. Для всех нас важно внести свой вклад в сдерживание вот этой паники, которая происходит сегодня во всем мире, не только в Одессе. Мы должны реагировать на обращение властей и общества. И сейчас они делают всевозможные заявления о том, чтобы предупредить нас, сказать нам, чтобы мы были бдительны. Позвольте мне рассказать, как вообще будет проходить заднейшие несколько недель нашего такого карантинного служения. Я завтра соберу прославителей, группу прославления. Мы будем славить, хвалить, благодарить Бога. А вы подключайтесь к нам в YouTube, либо в Facebook, либо в других носителях, где идет наша прямая трансляция. Мы будем славить, благодарить Бога. Затем у нас будет послание, которое буду говорить не я, потому что у нас есть Тора. У нас есть часть того, что происходит во всех синагогах. Мы будем зачитывать отрывок Торы, комментировать его. И потом у меня будет послание. И это будет ко всем общинам. Я прошу, чтобы мы все были внимательны. Служение будет в субботу в 11 часов по интернету, в прямом эфире. Но вы также можете смотреть нас на других YouTube или же в Facebook. Если вы не знаете, как это сделать. Послушайте, друзья, если вы не знаете, как это сделать. Особенно старшее поколение. Потому что мне часто говорят, дайте возможность, как это сделать. Поэтому мы уже запускаем напоминание, как это сделать. Подключиться к одному ресурсу, к другому, к третьему. А самый лучший ресурс, как узнать и подключиться к прямому эфиру, это ваши дети. Друзья, ваши дети. Они знают больше и быстрее, соображают, чем мы в свое время, когда мы только получили телефон в руки или же компьютер. Они уже знают. Спросите их, спросите ваших детей, ваших внуков, как подключиться к прямому эфиру Орхомашех, чтобы посмотреть и быть назидаемым словом, которое Бог даст. Я верю, что это очень важно. Пусть это будет вашим служением выходные. Пускай это будет ваше посвящение того собрания, которое Бог имеет. Мы верующие люди. Мы благословены Богом, чтобы быть благословен друг для друга. Держите их в контакте с друг с другом. Звоните, ободряйте друг другу. Просто хочу сказать вам, что мы можем быть благословением каждому из нас. Возможно, принести из стариков или же пожилому человеку помощь в виде продуктов. Либо сходить в больницу, либо сходить в аптеку. Это очень и очень важно. Мы также можем быть благословены для нашей семьи, особенно для нашей семьи. Я знаю, что очень сложно сейчас быть с детьми в одной комнате и проходить карантин. Я прекрасно понимаю взрослых родителей или бабушек и дедушек, потому что мы уже как бабушки и дедушки отвыкли от того, чтобы быть рядышком с детьми. Но нам нужна эта взаимопомощь нашим детям и быть в семье, которая очень нуждается в нас. Но главный способ, которым мы можем быть благословением, это молиться друг за друга, за нашей семьей. Молитва, как я уже говорил, это не мусор. Это не то, что какие-то объедки, чего-то, чего мы не доели от нашей хорошей жизни. Молитва – это самое главное, самое циме, самое внутреннее состояние нашей души. И я призываю вас молиться за ваши семьи, за наше правительство, за наш город, за Эрес-Израэль, за близких и родных, за наших медицинских работников. Молитесь, потому что мы нуждаемся в них, не потому что мы лично нуждаемся, а вот мы, как странно, нуждаемся в специалистах, которые могут нам помочь. Можете быть человеком, доверяя ученым, и быть человеколюбивым и человеком в веры. Нам нужно смотреть на то, что Бог делает, и то, что Он дал знания ученым, но также нам нужно видеть Писание, что нам нужно иметь веру. Мы можем делать правильные вещи, принимать правильные решения, основываясь на здравомыслии, здравый смысл для нас. Мы также можем обращать к тому, чтобы Бог не спасал Дух Святой, чтобы Он совершил в нас эту работу, чтобы на самом деле открылись небеса, и мы получили свое исцеление. Много раз молитва людей к Богу и обращение к специалистам, медикам, спасали мою личную жизнь. Я верю, что Бог использовал всех их, и людей, которые молились к Нему, и специалистов, которые спасали мою жизнь, я говорю, за мои инфаркты, Бог использовал, чтобы я жил. Поэтому здравый смысл – это видеть то, что Бог делает в медицинском сфере, в сфере ученых, в государственной сфере, и также, что наша вера, молитва помогает нам избежать многие вопросы. Я верю, что это очень важно для каждого из нас. Я верю, что это непростая вещь. Позвольте мне напомнить вам, что вы услышите прославление, поклонение, вы услышите слово от Бога, а также мы продолжим говорить о достижении людей. Мы будем говорить и будем напомнять. Это время для Украины. Это время для каждого из нас. Это время быть в фокусе нашей веры. В Евангелии от Матфея, 18 глава 20 стих говорит, «Ибо где собраны двое или трое во имя Мое, там и Я посреди вас». Там не сказано, где соберется 10, 15, 20, а может быть сотни, тысячи людей, Я посреди вас. Если двое или трое собрались во имя Мое, там Я посреди вас. Это означает, что если вы сегодня одинокий человек, вы будете участвовать в прямом эфире, призовете имя Господне, и Он говорит, «Я буду с тобой». Я буду с тобой. Значит, уже вас двое. Если у вас семья, это уже больше, чем двое. И Иешуа говорит, «Я посреди вас, я буду с вами». Итак, помните, что Дух Святой дан нам, чтобы Он свидетельствовал внутри нас и ходатайствовал внутри нас, чтобы мы были в единстве. Безусловно, Бог сойдет в то место нашего собрания. А собрание, когда мы соглашаемся быть вместе в поклонении. Слышит Слово, и Он произведет свою работу. Поэтому я хочу призвать вас присоединиться к нам онлайн и в эти выходные. И будьте с нами. Будьте непосредственно. Принимайте участие. Приложите к этому усилия, чтобы быть с нами. Подпишитесь под YouTube, чтобы постоянно быть в информации и формированы в том, что происходит у нас в прямом эфире. И пускай Бог благословит вас. Продолжение следует...